всем доброе утро мы уже позавтракали собираемся идти с чарли гулять а я тут сестрой разговаривала и она меня раздразнила на салат там делала из риса яиц и консервы так что наташа видишь я тоже делаю такой что-то мне прям раздразнила она кстати у меня есть тунец то есть и этот есть как в париже вот и говорю перед выходом мусора столько пипец надо сейчас вынести на улице нет дождя но увы ветер слышу прям ветер ветер ты могуч ты гоняешь тая туч но с чарли все равно надо гулять он видит ждет ждет когда мы его выгули так что упадем на пляж съездим ну не на пляж а в парк наверное наш там недалеко от пляжа потому что солнце выглянуло видимо на пляже будет дофига народу все думают весна радуется а что-то никак но я на следующей неделе уже посмотрел там даже 26 градусов когда-то будет вообще будем надеяться что это действительно так так что вот одеваемся и выходим не знаешь что одеть я главное теплые уже все спрятала а блин сейчас что-нибудь наденем что это не тому что грибы что странный какие-то странные вроде бы как и не холодно когда ветра нет ой смотрите сколько фенхеля видите поросло сколько хоть прям набрать что и сделать такой супчик из него смотрите сколько прям свеженький зелененький я все жаловалась что он не растет вот он пожалуйста тут правда скосили все видно что скосили прям даже не знаю не знаю много всего набрать сварить в общем буду думать в общем набрала вот такой небольшой букетик нам на двоих хватит если захочу на всякий ну выброшу по крайней мере зато есть я муж очень любит такой суп учера до иноху они называются здесь он там готовится с нутом с рисом много разного вида мяса основное что там вкусно это бульон который варится из разных видов мяса ничего сложного заодно вам рецептик напишу кто в испании живет может быть даже не знают что можно готовить именно вот с фенхеля из вот таких вот не корня как все привыкли кушать а вот такие побеги зеленые так вот третья дуванчики цветут одуванчики весна то в принципе то весна но не весна но не весна мы были я во первых заехала в пастолерию это где пирожные продают купила себе сейчас покажу вам там один тортик и этот пирожные как она из морковки ну морковный торт да какой-то там с кокосом мужу там тоже это из меренги потом фруктовые зашли узнаете в испании все закрыто ну кроме вот господи как они называются где всякие пироженки продают в общем вы поняли а магазины супермаркеты все это закрыто но сейчас знаете как марокканцев очень много которые открыли фруктовые магазины и они по воскресеньям работают и спасают как говорится таких вот как я потому что фруктовым там не только продают фрукты овощи но и хлеб в общем там всякие напитки газированные а еще у нас тут прям за углом мы сейчас проезжали увидели тоже фруктовый магазин и тоже открыт но там нет там испанцы я почему-то думаю что он всегда закрытый ехали ехали муж хочет сделать себе лечо ну там купил себе перец кабачки у нас есть в общем хочет делать его ну делай сейчас ехали ехали вот а мне нравится с яйцом я говорю нас яйца нет я же салат собрала сделать и три яйца которые были я их сварила пришлось за яйцами сети я говорю ну давай вот в этот фруктовый зайдем зайду вернее может пока будет парковаться что-то я не знаю припарковался нет вот и посмотрю если яйца оказались что есть мне кажется слышу чарли а может мне это только кажется я себе приготовила кабачки просто прям в духовке посыпала солью и сверху сыром посыпала и салатик такой вкусный-вкусный муж там себе готовит у него помидоры жарятся а в духовке он поставил овощи смотрите пахнет уже так вкусно ну так как я ем раньше я я уже сейчас поем я очень кушать хочу вот так что всем приятного аппетита смотрите какая вкусняшка это кокосовый какой-то ну естественно по как это крема пастилера это заварную крем а это вот мужу я такой не люблю вкуснятина смотрите что мужа получилось это в общем жареные помидоры с овощами в духовке сделаны здесь вот перчик лук все это из духовки вот так вот целиком делалось потом снималась шкурка с перца и вот на такие добавлялась а помидоры из кабачок тоже есть сделали в роботе и он первый раз вообще делал все это в роботе и говорит а вдруг не получится я говорю почему не получится я же делала и вот на завтраке у нас тут осталось кстати вкусно получилось я сейчас буду чай пить не с пироженка съела торт вот этот вот морковный такая конечно с моим не сравнится крем такой невкусный что даже на второе пироженко у меня наверное не сил ни желания не хватит не буду на завтра оставлю а чай просто без всего попью тоже вкусно просто типа воды попить и все идти дальше жукова смотреть а чё больше делов никаких нету воскресенье знаете это что такое так лада нам пахнет а может быть здесь тоже сегодня какая какой праздник в общем если даже не праздник то это репетиция скоро же страстная неделя она страстную неделю здесь шествия идут и вот уже буквально месяца два воскресеньем репетируют шествия вот это он уладом пахнет как будто это в принципе здесь где-то недалеко церковь я щит точно не выяснила где она как пахнет вкусно ладаном сейчас пойду мусор выносить смотрите вот цветочек чух очухывается немножечко видите зеленеет и это тоже на улице холодно дубак вообще и пасмурно слушайте ну прям как будто прям рядом рядом мужа спрашивал какая сегодня процессе или что он не знает где-то прям вон там звучит странно выбросила мусор нужно старую машину кое-что забрать не старый в мужнину открываю машину открываются стекла он говорит перепаркуй у меня ее я говорю я этого не умею машину водить сам парк можно было бы ее конечно туда поближе поставить ну и так нормально слышите чарли вене паракет она не пора кикерине кочи пера у корре надо пометить все машины все углы надоело дома сидеть говорю пойду хоть мусор вынесу ты можешь принесите бумажки я буду рада не могу я сидеть дома целый день это для меня убийственно а ходить тоже. Слушайте, ну погода-то улучшилась. Уже все. Ветра-то нету. Воскресенье. Завтра понедельник. Я люблю больше понедельник. Можно ходить по магазинам. У меня завтра нужно с Лив-Лидл съездить. Машинки две штуки, наверное. То или три. Порошка. Ни одной щепоточки нету. Представляете? Так вот. Чарли, где ты? Солю, солю, солю. В общем, в Испании, походу, церковь празднует наш праздник, благовещание сегодня. Еще делать ничего нельзя, поэтому... Чарли, когда море ест, нагулялся. Поэтому особых дел-то и нету. Хотя, в принципе, знаете, дома-то квартира маленькая. Поэтому, что там, убираться-то быстренько. Хрым-хрым и все. Смотрите, какие цветочки. И мой балкон тоже цветочки. У меня там одна мята стоит на полбалкона. Ой, покакал. Надо забрать. Надо забрать. Какашечки. Прямо около дома. И что, мне их теперь домой тащить? А здесь ни одной мусорки нету. Блин. Ты не мог около мусорки эти дела сделать? Ты, Рожа, такая. Ты такой хороший. Вообще, я тебя так люблю. Я в пижаме. Я тебя так люблю, что сил нету. Что сил нету. Моя любовь. Пойдем, мама наказала. Мама наказала? Си. Все, у меня сейчас будет просмотр Большого Брата. Кстати, на следующей неделе он закончится. Но ничего, потому что скоро начнется тоже шоу такое телевизионное. По-моему, в России оно называлось Последний герой. Мне тоже очень нравится, когда их там высаживают на остров, и они там вроде как выживают. Знаменитости. Это каждый год уйдет. Поэтому мне нравится такой уроды передачи. Знаете, почему? Потому что не отвлекает вообще, не напрягает, не отвлекает, не дает мозгам напрягаться. А после рабочей недели или рабочего дня хочется, чтобы мозги ни о чем не думали. И так я вообще, так как засыпаю очень долго, поэтому приходится столько мыслей в голове перекрутить, что перед сном нужно смотреть что-то такое, которое нейтральное что-то. Следующее воскресенье у нас Доминго де Рамос, вербное воскресенье. Здесь люди ходят в церковь. В принципе, все то же самое, как и у нас, только они не вербу несут, а оливковую веточку. Кстати, знаете, когда у нас здесь вербное воскресенье, я раньше ходила в церковь. Не знаю, может быть, узнаю у девчонок и в это воскресенье, ну не в это воскресенье, а когда будет вербное воскресенье, тоже схожу. И как это называется-то, Господи, когда освещают веточки вербные, и тоже, ну в общем, не знаю, подумываю сходить в церковь, осветить веточки вот эти вот вербные. По идее, я когда Библию читала, то там именно не вербу носили, а вот именно веточки оливковые, поэтому не знаю. И вот я раньше каждый год мы ходили, и у нас приезжает в церковь, в обычную католическую церковь, приезжает батюшка, ну не по батюшкам, вот, и он украинец, разговаривает, конечно, по-украински, но там все понятно. Там даже у него смесь, наверное, русско-украинский. Так в основном ходят девчонки-украинки, вот. У нас даже, знаете, как-то, ну обычно церковь здесь разделена на две половины, ну не как на две половины, здесь же во время служеб сидят, и там вот лавочки такие стоят, вот. И вот так, одна половинка, как в самолете, знаете, одна половинка, вторая половинка. И у нас всегда в украинской девочке на одной половинке, мы на другой. Ну, конечно, мало людей ходит, обычные дни. Как он приезжает, по-моему, каждые две недели. Батюшка, вот, я даже исповедовала здесь пару раз, причащалась тоже, прям вот перед, перед Пасхой было и такое. Вот. Мне, в принципе, нравилось все, но потом почему-то я забыла. Знаете, почему? Потому что на Пасху, конечно, он приезжает с Альмерии, по-моему, здесь час лишним езды от нас. Вот. И он светит куличи, и вот это вот все таинство проводит именно на Пасху. А на Пасху-то, это уже отмечает, это уже праздник, то есть нельзя, я где-то вычитала, мне кто-то сказал, что нельзя уже на Пасху не светить, не освещать ничего, а то есть уже все должно, то есть ты уже должна просыпаться и завтракать уже вот освещенной Пасхой и освещенными яйцами. А мы, то есть, шли и их только освещали. То есть он службу вел не пасхальную, а допасхальную, скажем так. Так что ли? В общем, вы поняли, да? И я почему-то, ну, перестала ходить. Ну, не знаю, душа, наверное, не легла у меня. А вот, наверное, на воскресенье можно сходить. Надо узнать. У нас раньше русский магазин здесь был, и вот там все ставили, оставляли всякие там нотки, что, когда, почем, кто приедет, когда будет служба. А сейчас нет русского магазина. Раньше русский магазин работал, знаете, за чего? Очень много фильмов брали, диски с фильмами русскими. Когда я говорю это о тех временах, когда еще даже интернета не было, лет, наверное, 10, больше назад. Вот. И книги продавались много. Не было вообще никаких русских продуктов. Ни русских, ни немецких. Потому что немецкие очень много и схожи с нашими русскими. Не говоря уже там о румынском. Румынская еда вообще, это почти одно и то же, что с русской. Вот. И поэтому русский магазин, как говорится, процветал. А сейчас все есть в магазине, ну, кроме малосольной селедки. Малосольную селедку, по крайней мере, в тех магазинах, в которых я бывала, никогда не находила. Хотя копченая селедка продается в Алькамп. Видите, все появляется, все потихонечку. И вот русские магазины. Я очень раньше много всяких дисков брала. У нас DVD были. И вот языка не знала. А что еще делать? Целыми днями смотрела сериалы. Брала прям сериалы по 16 серий. И вообще телек-то не включали, да. Либо книжки читали, либо вот. У меня книг столько было. Но я вам как-то раз уже показывала, когда в старой квартире была. Ужас, сколько книг. И вообще, как скучно было без интернета. И все. Со временем все. Появился интернет. Книги не стал никто покупать. Продукты есть. И не так у нас уж много русских тут, чтобы вот магазин держать. И потихонечку, помаленечку у нас закрылся магазин. Хотя Альмунекор поменьше будет городок. Но там у них, видишь, есть. Девочка тоже открыла. Но у нее не чисто русский магазин. У нее там все. И всякие вкусняшки для испанцев. То есть всякие там конфетки, карамельки. И вот для русских она открыла, привозит. Как-то выкручиваемся. За селедкой, за морской капустой. За такими вот продуктами. Сейчас даже пшено в магазинах продают. И все-все-все на свете. И вот знаете, что не найдешь? Гречку не найдешь. Такой вот. Зеленая гречка продается. Гречку не найдешь. И селедку малосольную. Ну, естественно, скумбрию копченую тоже. С копченостями здесь вообще проблема. Здесь не любят копченые продукты. Не знаю почему. Такая вкусняшка. Хотя на севере я видела тоже в передаче, что там, да, коптят. И там уже даже рецепты есть разные с копченостями. А здесь на юге не коптят почему-то. Ну, ничего. Может быть, со временем и это дойдет. Так что вот так вот. Немножко поболтала с вами о том, о сём. Буду прощаться до завтра. Завтра поедем с вами в Лидл. Почему порошок мне раньше не купила? В общем, я узрела, что в понедельник будет привезут с предложением порошок. Большой, большой это. Я рассыпчатым пользуюсь. И большую коробку такую. И она на 5 евро дешевле. Хороший порошок. Дикси, по-моему. И на 5 евро дешевле будет. Поэтому почему бы не хапнуть, правильно? Я говорю, тем более воскресенье стирать нельзя. Мне нужно было бы в субботу. Думаю, ну и подожду я до понедельника. Ничего страшного. Заодно куплю мясо и всякие принадлежности. И сделаю на послезавтра, может быть, пучеру да и ноху. Суп из фенхеля. Да. Только мне нужно замочить фасоль. Туда фасоль нужна тоже. И все. В общем, завтра увидите, что почем, что куплю. Хотя, в принципе, много не надо ничего покупать. Ну, а ну, знаете, как идешь за хлебом, а выходишь с двумя тележками и без хлеба. Ладно, друзья. Спасибо вам за то, что вы со мной. С прошедшим вас праздником. Я вчера почему-то не поздравила. Я не знаю почему. Наверное, упахалась и забыла. Бывает такое, что поделаешь. Все мы люди живые. И будем с вами прощаться до завтра. У меня еще тут тазик с неразобранной одеждой. Она сложена и все. Она осталась только улыбкой. И включена и это. Копиадор или как она называется. Всего вам самого наилучшего. До завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok